МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И в ближайшие 15 минут мы постараемся рассказать вам о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Так оказалось, что сегодня кукла несет в себе немного не тот смысл, который вкладывали в нее наши предки. Между тем еще остались люди, которые стремятся возрождать или сохранять традиции. Вот как раз с творчеством таких людей мы и предлагаем познакомиться вам в следующем сюжете. Настоящее кукольное царство, созданное руками супругов Пупышевых, переносит нас в старинный сказочный мир народной культуры. Ведь тряпичная кукла – это наша история, традиция. Она имела несколько назначений и была неотъемлемой частью быта людей. Кукла оказывала покровительство и помощь. В ней причудливо сплелись отголоски древних верований и народный идеал красоты. Как и у других народов, в русскую тряпичную куклу вкладывали определенный смысл. Вот почему часто игрушка могла быть оберегом, свадебным атрибутом или предназначаться для забавы детям. Каждая кукла несет что-то в себе. Она либо игровая, ее создавали для игры, с ней ребенок входил во взрослую жизнь, там присущи были элементы шитья одежды, приготовления пищи, какие-то науки. Ну, то есть, допустим, как «хочу замуж», а девушка должна была эту куколку сделать и выставить на окошко. И парни, которые проходили, видели, что в этом доме уже есть невеста, туда можно идти и свататься. Так же, как у нас сейчас есть какие-то клубы по интересам. Раньше делание кукол – это вообще было такое особое дело. То есть, на вечеринках делали куклы, и как делают куклы, смотрели молодые парни, видели уже, какая жена рукодельница, свекрови, обязательно смотрели. Кукольным миром Ольга заинтересовалась еще в детстве, но по-настоящему увлеклась не так давно. А началось все, как вспоминает мастерица, с путешествия в Карелию. Мы очень любим путешествия. Полюбили нашу знаменитую Карелию, посетили музей куклы Малиновской. Ну, там не такие куклы были, но просто захотелось сделать куклы. Стала я пробовать увлекаться текстильной куклой. Потом поехала в Москву, закончила курсы мастера текстильной куклы. Ходила в различные кружки. Была у нас кружок такой замечательный, есть волшебный лоскуток. И там преподавательница Клара Николаевна как-то мне, будем так говорить, предложила. Оля, а вот такие не хочешь куклы попробовать? Книжка была конкретно народной куклы. Ольга попробовала, ей понравилось. А в скором времени в создание кукл втянулся и ее муж Александр. Оказалось, что это доставляет не только удовольствие, но и прибыль. Сейчас куклы Читы Пупышевых путешествуют по всему миру. Некоторые из них уже обрели новых хозяев Китая, Америки, Франции и Болгарии. Ну а кукольная коллекция супругов продолжает пополняться, знакомясь с традициями и даря радость в том числе и самим создателям. Прелесть она во всем, когда человек что-то сделает, он видит. А потом что-то делание, это опять же какой-то выплеск эмоций. Также в психологии есть направление куклотерапия, как музыкотерапия, танцотерапия. Куклотерапия – это тоже выход. Я многодетная мама, мне очень тяжело доставались мои чада, воспитывать их. Вот может быть, один из вариантов, вот уйдя туда, я нашла себя и как бы выплескивала свои какие-то эмоции. Выставка «Мир народной куклы» будет работать в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества до 10 апреля. Так что поспешите окунуться в яркий мир древних русских традиций. Ну а тем временем в художественном салоне «Палитра» тоже открылась новая выставка. На ней зрителям предлагают познакомиться с таким редким и не очень распространенным видом прикладного искусства, как гобелен. Своё название гобелен получил по фамилии семейства красильщиков, которые жили в 15 веке в предместе Сен-Марсель, рядом с Парижем. Семья нашла редкие способы окрашивания нитей, за счёт чего их гобелены славились реализмом и красочностью. Нельзя сказать, что сегодня этот вид декоративно-прикладного творчества переживает второе рождение, но тем не менее находятся мастера, которые не только занимаются ткачеством, но и выставляют свои работы. Среди них и Софья Аганисян. Она окончила художественный институт в Армении, там же заинтересовалась гобеленами. Свою любовь к этому искусству она пронесла через десятилетия. И сегодня у рязанцев есть возможность познакомиться с её работами. Кстати, на создание каждой из них уходит не один месяц. Тематика её работ разнообразна. Здесь вы увидите и сказочных персонажей, и яркие летние мотивы, и армянские церкви. Познакомиться с гобеленами Софьи Аганисян можно в художественном салоне «Палитра» вплоть до 9 февраля. В суете повседневных забот очень важно уметь правильно расслабляться и отдыхать. Ну а что для этого нужно? Наверное, приятная атмосфера, тихая музыка и возможность прикоснуться к искусству. Сент-арт, иными словами рисование песком, как вид искусства, появился в России относительно недавно. Создан он был благодаря аниматору Кэролайн Лифф. Её работы распространились по всему миру и завоевали сердца многих зрителей и художников. Это действительно невероятное зрелище, ведь всего лишь при помощи ловкости рук и песка становится возможным создание не просто отдельных картин, а целых сюжетов. В Рязани этот вид искусства пока ещё недостаточно распространён, но вот желающих прикоснуться к волшебному миру песочных картин оказалось немало. Все они собрались в кафе «Фонтан», чтобы окунуться в необычную атмосферу, которую пообещала создать московская студия «Тихая музыка». Атмосфера, я думаю, немножко противоположная тому, что, скажем, идёт в Новый год по Первому каналу. Вот, можно так сказать. То есть там может быть очень ярко, шумно и весело у нас немножечко, с грустинкой, в тишине. Но, тем не менее, светло. И после этого, в общем, мы надеемся, что будет у зрителей наполнение чувств, мыслей. Программа «Времена года» была представлена гитаристом и композитором Кириллом Волжанином и Лилией Чистиной, художником Сент-Арт. Симбиоз двух видов искусства погрузил рязанских зрителей в поистине чарующую атмосферу. Перед их глазами проплывала череда образов, навеянных самой жизнью. Каждая картинка с точностью передавала и лёгкую грусть осени, и радостное ожидание новогодних праздников, и светлые предвкушения Пасхи. В принципе, ничего здесь сложного нет, и это не фокус, ничего такого волшебства особого нет. Это просто магия именно рук и творчества. На самом деле, достаточно для того, чтобы рисовать песком, это песок, свет и поверхность какая-либо. Чтобы это увидели зрители и другие люди, достаточно иметь проектор и камеру. Так что волшебство рождается уже в процессе. Лилия отмечает, что рисовать песком в тишине просто невозможно. Это искусство полностью зависит от музыки, ведь именно она наполняет возникающие образы содержанием. Хотя иногда бывает наоборот. Мы взаимодополняем друг друга, потому что иногда у меня уже есть образ, и я ищу под него наполнение музыки, какая под него подойдет. И раз я слышу что-то, вот Кирилл играет, вот оно. А где-то наоборот я и этот образ могу дополнить, потому что музыка тянет за собой. Вытаскиваются картинки из головы или откуда-то вот они сами просто лезут, лезут. К сожалению, Кирилл и Лилия приехали в наш город лишь на один день. Но будем надеяться, что не в последний раз. Рязани действительно не хватает вот таких тихих мероприятий, наполняющих все естество мыслями и чувствами. Теперь хорошие новости для любителей музыки. Оказывается, для того, чтобы услышать солистов Большого театра, совсем не обязательно ехать в Москву. Они сами приедут в Рязань, да еще и в сопровождении рок-музыкантов. То, что академический вокал оперных певцов прекрасно сочетается с рок-музыкой, ни для кого не секрет. Между тем, услышать исполнение классических арий из известных оперов в сопровождении мощного аккомпанемента электрогитар – возможность уникальная. И такая возможность выпала рязанским музыкальным гурманам. Это уникальное такое явление, по крайней мере в России, чтобы солисты Большого театра исполняли классические арии в сопровождении рок-группы. Я когда услышал про это, думаю, ну интересно, наверное, что-то. Потом, когда увидел видео, я просто обалдел с того, как это выглядит, потому что это слушается настоящий рок, но при этом такой рок, которого никто еще не слышал. Я это называю рок для любителей оперы или оперы для любителей рока. Музыкальный проект «Рок и опера». Проект, в котором лучшие оперные голоса исполняют арии из популярных опер в рок-образовании. «Рок и опера» Услышать арии самых знаменитых опер в необычной обработке рязанцы смогут уже 7 февраля в Муниципальном культурном центре. В древности богатым считался человек, который владел хотя бы одной книгой. Книги тогда были на вес золота. Переписывались они вручную и являлись большой редкостью. На сегодняшний день они находятся в свободной продаже, но вот рукописную книгу, согласитесь, найти довольно сложно. В магазинах они не продаются, и познакомиться с ними можно, ну, пожалуй, только в музеях. Дворец детского творчества, как огромная сокровищница, дает в себе множество сюрпризов. В их числе и самый настоящий музей рукописной книги. В нем, конечно, не найти древних экземпляров славянских рукописей, зато можно познакомиться с уникальными экспонатами, созданными руками детей из самых разнообразных материалов. История этого музея берет свое начало в далеком 93-м году. Именно тогда был объявлен первый конкурс детской рукописной книги. Ну, а идея создания музея принадлежала Светлане Саратовой, которая мечтала собрать в нем более тысячи книг. Ну, в принципе, мечта ее практически уже осуществилась, потому что музей наш, значит, с 93-го начали собирать коллекцию, в 97-м стартовал конкурс «Фестиваль начала», где одна из номинаций была книголюбой. И вот как раз вот с этого момента у нас начали поступать книги, которые оседали в нашем музее, и сейчас эта коллекция составляет более 600 книг. То есть музей уже работает давно, в полную силу проводятся занятия, уроки, и коллекция каждый год пополняется. Благодаря конкурсу «Фестиваль начала» каждый год коллекция музея пополняется в среднем 30-ю экспонатами, среди которых попадаются настоящие шедевры. Так, например, книга «Деревянное кружево Рязани» попала в коллекцию музея одной из первых в 1994 году. Ее уникальность в том, что она полностью сделана из дерева. Сделали ее ребята, которые занимались здесь в кружке. Ребята разновозрастные, они работали несколько месяцев над ней. То есть вот видите, какая она? Здесь у нас все выжжено. И, значит, о чем эта книга? О деревянном зодчестве. Солярная азбука, вы, наверное, знаете, да, что это такое. И у нас много книг об этом. О деревянном зодчестве, о деревянных домах, о деревянных наличниках. Вот, к сожалению, этих домов уже нету, а вот книга существует, и мы как раз вот об этом и говорим, о этих мастерах, которые были и которые должны мы помнить. Ведь прошлое – это, как сказать, настоящее, это наше прошлое, и без прошлого нет настоящего. Вообще фантазия ребят не знает границ. Они создают книги из бисера, соленого теста, а вот на изготовление этого экземпляра, книги о эвпатии Калаврате, ушло семь пачек скульптурного пластилина. Чаще всего в создании таких шедевров принимает участие не один ребенок, а целая группа. Зачастую им помогают педагоги и даже родители. Ну а потом дети представляют и защищают свой проект. То есть каждый год в областной детской библиотеке, это уже традиционно, мы проводим защиту этих работ в рамках конкурса «Фестиваль начала». И вы знаете, получается очень интересно. Во-первых, мы смотрим на слайды, они, например, показывают, то есть презентацию делают, как они это делали, поэтапно, как они взяли эту тему, или там взяли какую-то, значит, придумали что-то, и как они это в процессе, эта книга выполняется, потом они ее представляют. То есть это может быть театрализация, это может быть костюмы необыкновенные, стихи посвящают вот этой книге своей работе. Вы знаете, это очень такое красочное и достаточно такое серьезное событие для них и для нас. Обычно выбор произведений для создания книг зависит от темы и девиза конкурса «Фестиваль начала», которые, кстати, стартуют уже в феврале. Так что совсем скоро коллекция музея и рукописные книги пополнится новыми необычными экспонатами. На этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова